что ребята прошел предпоследний там формула на грампре бразилию и так по поводу квалификации она у нас закончилась так листьев начавшись а точнее третий сегмент в котором постовок я уже закончил прогревочный круг я въехал в стенку на старт финишной прямой ну окей принципе вразилия фиг с ней что-нибудь придумал причем такой нехилый удар был по сути просто банально занесло в чем квалификация была первый сегмент был дождь начинался потом сухой стал второй сегмент сухой и третий опять у нас будет дождь по итогу серёдка выигрывает квалификацию что очень хорошо для нас по сути но как я заметил кстати боты берут именно штраф в тот момент когда я беру тоже штрафы и так бразилия довольно интересный трек короткий довольно но и также мне он не давался примерно вот последнего сезона сахас там не особо не получалось но вроде выиграл на нем я но и велимся я тогда в первом сезоне не очень хорошо проехал но с данным болидом в принципе шанс намного выше так как я вылетел в третьем сегменте и не квалифицировался нормально я должен был стартовать 10 позиций я решил просто взять себе штрафы и стартовать с последнего места то есть просто так прорваться с последнего места а почему бы и нет потому что у нас уже ничего не разыгрывается то есть чемпионский тоже был выигран в россии в сша был закончен кубок конструкторов и по итогу мне тут ничего не стоит стартовать на последний стартовая решетка кимми 1 2 фетель 3 ботас 4 окон 5 рьюис 6 сиротскин 7 реклер 8 сайенс 9 перес 10 хюльхемер такая топ десятка и как я говорил будто просто набрали все штрафы сирокин тоже набрал штрафы и по итогу у нас больше половины пелотона набрала штрафов по итогу конечно не очень то что сирокинца штрафы и сотрудникер с первой позиции а феррари дублем таки стартует на первых позициях но окей может быть прорвется или по крайней мере в это надеяться стратегия как обычного пистопа 2 супер софта и 1 но софт на такой стратегии спокойно доехать ну и переходим ребят к старту и старт был он я неплохо срываюсь мясо сразу же прохожу по сути кассе и так если ты счастливой стороны то я спокойно на внутренней часть траектории прохожу почти половину пелотона и уже постараюсь за реки арты и хюлькинбергом неплохой так для меня был со старт по итогу небольшой когда также и с алонсо старт с тв камеры с камер причем феррари как у нас это было то есть позади и все это же все боролись также федор с ботусом закусились в этой борьбе ну и сироткин также позади закусился с окон а также на второй прямой я прохожу уже сразу же и рыбу и хюлькинберг и пристраившись уже за сайенсом собственно с этой борьба сироткина с оконом причем они будут бороться почти весь этап причем можно заметить какой этап подряд уже сироткин воюет с форсиндией то есть болит уже неплохой так что скорее всего в следующем сезоне может будет увидеть уже и на подиуме довольно часто потому что они очень хорошо прогрессируют через какое-то время я и сайенс догоняю уже в втором секторе в месте где по сути обгонять довольно сложно из-за того что здесь идут довольно узкие и медленные повороты но это получается по внешней траектории его опередил потом переса который причем затормозил так когда его опередил из-за этого он заметил позади идущую кампанию и уже через какое-то время догнал для клера догнал спокойного опередил поравнявшись правда но с каких-либо проблем потом погонявшись много за хьюисом они могут это почти до третьего сегмента потому что раньше его нигде я не могу опередить потому что здесь был полез я мог поведите крыло или чуть чего-нибудь вконтакте не удалось бы мне избежать никак поэтому я решил не лезть даже ну и вот так вот приходилось ездить порой за пилотами которых выйти я буду спокойно опередить но не могу из того что слишком узко плюс у хампинтона были то ли проблемы с двс опять потому что ехал медленно опять же поскольку после того как я опередил сразу же не начали пытаться отхватить перес или клер но никто пришел безуспешно побесок он совершил небольшую ошибку в предпоследнем повороте меня пришло так что для занесло даже банальный повезло что я не влетел в окон и и по итогу на старший финишный прямой все-таки его погнал за счет слепстрима и дресса вроде бы уже только был носом и уже принес за тем что только серотки сероткина я догнал с каких-либо опять же проблемки себя в том же предпоследнем повороте я пытался пройти как окона но не повезло и на выходе из поворота он к сожалению вышел впереди меня но с липстрим дресс делал свои дела и спокойно его покажу также позади себя я еще и оконок нему привез про тоже был по сливскими дрессе так что я обеспечивал серотками следующий несколько кругов отменной борьбой с оконом с ботасами я забрался чуть позже кругом до его догнал и уже за счет дресс догнал также ну и так получилось то что по внутренней дистанции его прохожу из-за чего он даже замедляется через чур даже понимаю с чем-то был связано потому что контакта как такого не было но вот он почему-то решит оттормозиться так пожестче из-за чего он соответственно поближе стал к окону и сироткин которые там между собой воевали в тот момент также вот очередной эпизод борьбы сироткина и окона них все время доходил почти до контактов то есть это банально для него ситуации и к концу девятого круга я уже догнал феталя и райкельна которые боролись между собой конечно я пытался пройти их на стартфиш на прямой но решил не лезть опять же за то что они вдвоем по сути заходили в поворот фетель выигрывался вперед наконец-таки по отношению к райкельну ну а я к этому моменту подъехал к ним слепстрим трс прохожу первого и второго ну а потом случайно выбиваем мы с рейкельна фетеля собственно как это было а был это так то что поставок я его прошел он подъехал под заднее колесо потом он отлетел в рейкельна от ракену отлетел в меня снова и по итогу просто развернуло после этого скультфимет еще и бота загнала рейкельна поскольку у ракену как-то темп упал ближе к середине гонки не знаю с чем это даже связано хотя если вспомнить то последние два-три этапа рейкельн только успел убирать все штрафы на различные элементы двс ну фиг его знает что у них там произошло в феррари после пистопа это гнал ферстарина когда идет на один пистоп кстати ракен тоже был на софте но при этом почему-то феррари решили пойти все равно стать лигию 2 пистопа с чем-то связано ботов я не понимаю почему они едут сначала гонки на среднем типе резины а потом решают переключиться на два мягких то есть в чем профит и не могу понять потому что по итогу да ты проезжаешь первый отрезок чуть дольше но потом я все равно два мягких хотя можно пойти на среднем и жестком комплекте и заезжать на строй пит и состоится терять время на этом пите но окей это боты все-таки свой еще канаду где сделал аж три пистопа и на трех комплектах гиперсалта он проехал к трассу с какой-то момент я догнал переса леклера которые воевали за вторую позицию и также рейкенда который заехал в этот метод на пистоп по итогу вернулся первое место и до своего пистопа ехал бесхитливый проблем первым потом сироткин в борьбе с за убером и редбулом в массе перейдите крылал по редбулу потому что решил солнце его затормозить и по итогу потерял в этом темпе потом я начал догонять уже круговых и что случилось с Хартли почему на желтый флаг а просто банально я его выбил просто так же как сироткина выбили в японии то есть как это работать я не могу понять почему каких-то болидов просто эта передняя подвеска хрупкая и от одного большого прикосновения тут же ломается ну как-то это работает ну и собственно финиш первое место уже какое там 17 первое место уже за этот сезон в принципе если бы так пошло все то по идее к концу сезона можно было иметь порядка двадцати первых мест и причем 18 из них подряд но я сошел в Англии ну и также в Мексике приехал вторым что что ж по итогу вот такой у нас результат ну и первый место за мной и сироткин открылся до одиннадцатого места хотя вот вроде бы выиграл квалификацию но взял себе штрафы и по итогу стрелял в трафик сломал переднее крыло и потерял кучу времени по итогу такие у нас результаты ферстапин неплохо так же прорвался за счет одного тоже самого пидстопа то есть Реккин в теории мог быть на втором месте впереди ботасы но он забрал страфик 2 пидстопа беру последнее скорее все обновление которое мне точно приедет ну и в Абу Даби может быть доберу еще какое-то обновление если не хватит ресурсов на этом ребят все с вами был Вархаммер подписывайтесь на канал ставьте лайки до скорых встречи пока пока